Прежде чем снова выйти в море, устранили неполадки, которые выявились во время первого перехода. Проверили также плавсредство и так называемого моба. Это есть такое понимание, когда правильно подходить нужно. То есть это тестирование, если вдруг человек за борт выпал, то проверяют, правильно лодкой подходят, круг делают, как положено, восьмерку. Я как раз в этот момент этим мобом выступал. Впереди 1600 миль. От Гибралтара до Каба-Верды участок пути разбили на две части с остановкой на Карибских островах. До конечной точки второго этапа планируют дойти за две недели, к 22 октября. Заправились топливом, запаслись пресной водой, закупили продукты. Из вкусненького что мы купили? Хлеб купили. Он быстро кончается у нас. Ну, купили все необходимое. Холодильники у нас работают. Все забили. Я думаю, голодать не будем. Во время перерыва к экипажу присоединились еще трое. Сейчас на борту семеро. Тюрихин, Баранов, Коробицын, Мусин, Корнев, Стулов, в том числе англичанин Джим Кологин. Чтобы было проще идти, разбились по вахтам. По словам капитана Виктора Тюрихина, переход может немного затянуться, поскольку, по прогнозам, 15 октября в районе Каба-Верды, островов Зеленого мыса, как раз куда направляются их смены, зарождается тропический шторм, который может перерасти в ураган. И если циклон не изменится, его придется переждать на Карибах. Мария Сираева, телерадиокомпания «Юганск». Мария Сираева, телерадиокомпания «Юганск».